Дай почитать. «Заклинание желаний. Возвращение колдуньи. Предостережение братьев Гримм». 27-летний автор – американский актер, писатель, сценарист, продюсер. Наиболее известен по фильму «Хор», за роль в котором он получил престижную премию «Золотой глобус». В первом сказочном романе фэнтези «Заклинание желаний» мы знакомимся с близнецами, братом и сестрой Коннором и Алекс, накануне их 12-летия. Семья переживает не лучшие времена, их отец гибнет в автокатастрофе, поэтому сводить концы с концами практически невозможно. Горячо любимая мама работает целыми сутками, отчий дом продан, книжный магазин тоже. А так все как у всех, ничего выдающегося или яркого. Но изменение начинается с приезда бабушки, чудесного обеда в честь дня рождения и подарков, среди которых семейная реликвия, объемная и толстая книга «Страна сказок». И тут случаются удивительные. Близнецы попадают в эту страну сказок, где их ожидают необыкновенные приключения и встреча с такими просто родными персонажами, помогающими жить, как Золушка, Белоснежка, Красная Шапочка, Златовласка. Ведь никто не станет спорить, что очень хочется узнать, как сложилась их сказочная судьба. Но чтобы вернуться домой, Коннору и Алекс приходится побывать во всех семи королевствах сказочного мира. Соном королевстве, королевстве Красной Шапочки, Прекрасном королевстве и других. А также собирать волшебные артефакты для заклинания желаний. Например, кусочек коры с корзинки Красной Шапочки или локон волос Златовласки. А еще им приходится убегать от погони, узнавать семейные тайны, опасаться троллей и гоблинов и многое другое. Все это сдобрено невысокого качества американским юмором, остросюжетными спецэффектами и просто-таки голливудским размахом. Не случайно говорят, что «Страна сказок» будет экранизирована. В финале оказывается, что милая бабушка Алекс и Коннора – крестные феи Золушки, а их покойный отец – житель Страны сказок. Не уверена, что эта книга привлечет взрослых, но для детей от семи до пятнадцати будет, безусловно, увлекательной и волнующей. Хотя, как знать, что откликнется вашей душе, дорогие слушатели, когда вы прочтете Криса Колфера «Страна сказок». До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!